Также не забывайте, что в замечательном магазине аккаунт, включая GeronShop.ru, вы можете купить PaleWorld в обход всех санкций, если вам YouTube или Steam не запрещают все это купить напрямую. Там же сотни стимских игр дешевле, чем в Steam, возможность пополнять все в Steam, если других возможностей нет, ну и так далее и тому подобное. Вами все прочее, там дешевый Тирай и Майнкрафт. Кстати говоря, также не забывайте подписаться на канал, ролики выходят здесь каждый четверг, пять в субботу, воскресенье, как обычно. Но видите, PaleWorld свалился на мою, как снег на голову, поэтому немножечко начали хейначить ролики без разбора. Какое там расписание, где по 2-3 штуки каждый день? Не, ну а чё? Открываем ваш PaleWorld, причем в режиме окна, так чтобы было видно. Можно было видеть одновременно другие менюшки в вашем Windows. Дальше, открываем ваш Cheat Engine. Вот он. Здесь нажимаем в Cheat Engine, вот эту маленькую кнопочку, здесь появляется список всех ваших вопущенных процессов. Выбираем вот этот. Numbers, Numbers, разные дифференсы, разные цифры, потом пробел, и вот это слово Pale, и вот это голубая логотип. Нажимаем кнопочку, после этого выбираем Pale, нажимаем Open, открываем Open. Проверяем. Здесь появляется надпись, разные номера, пробел, пал. Дальше. Возвращаемся в игру. Проверяем. У вас должно быть несколько, как минимум 5, ну как минимум 4, как показывает практика, так 4 статпоинта, которых не распределены. Если у вас их нет, просто качайтесь, там копайте, убивайте, делайте все что угодно, у вас появится, у вас повысится уровень, вот этот, и у вас появится статпоинт. Вам нужно 4 статпоинта, это обязательно. После этого, ну у меня их 5, поэтому, запоминаем, у меня статпоинта в 5 позиций, пишем 5, нажимаем кнопочку, первый скан, у нас находится вот здесь, вот эта цифра Found, это сколько вариантов сейчас будет найдено в игре. Должно быть около 1 миллиона. Когда вот этот зеленый прогресс бар дойдет до конца, откроется список, продолжаем. Возвращаемся в игру, заходим в и тратим наши очки опыта, очки навыков так называемых. Давайте я хочу себе сделать максимум грузоподъемности. Потратили 1 point, нажимали ok, возвращаемся в cheat engine. Вот здесь, в это окошко вписываем цифру 4, нажимаем следующее сканирование. У нас уже около должно быть 405 позиций. Отлично, найдено. Закрываем, возвращаемся в игру, снова тратим очки, снова тратим на любой совершенно скилл. Я потратил на грузоподъемность, потому что мне ее вечно не хватает. Возвращаемся сюда, у нас теперь статпоинтов 3. Значит сюда пишем тройку, пишем следующее сканирование. У нас 37 вариантов. Процедуру повторяем, тратим как нам вздумается, пишем ok. Проверяем, у нас 2 очка осталось, 2 очка пишем сюда, пишем следующее сканирование. Появляется 2 варианта. Выбираем первую линию, дважды на нее клацаем, она появляется в этом списке внизу. Здесь дважды клацаем, появляется возможность вставить новую цифру. Пишем 9999, любую другую цифру, которая вам нравится. Нажимаем кнопочку ok. Проверяем, заходим в игру, обновляем инвентарь. Для этого мы заходим в любую другую менюшку, возвращаемся в инвентарь и смотрим 999. Проверяем. 999 новых скиллпоинтов. Тратим по своему усмотрению, нажимаем ok. Ну то есть лагает, я вижу, но 5000 опыта не пропьешь, не прогуляешь. А, мне горячо. А, мать твою. Я слегка поджарил свою задницу. Секунду. Так, если собираетесь читерить дальше, обязательно в этом списке подписываем, выбираем здесь подпись. Нажимаем подпись, например, очки опыта, или как это называется, способности. Нажимаем start point. Нажимаем кнопочку сохранить. И сохраняем все наши настройки для этой игры в виде какого-нибудь файлика. С расширением сети. Нажимаем сохранить. Да. И в случае, если вы откроете вашу читерскую chat engine в следующий раз, вы сможете использовать кнопку загрузить. Загрузить профайл. И вам не придется заново искать, а где, собственно говоря, ваши статпоинты. Они в этом списке уже будут. И вы снова сможете переписать себе ту цифру, которую, статпоинты, в которую захотите. В этой менюшке. Таким же раком можно менять все что угодно. В этой игре все... Но есть нюансы, как правильно. Этим же методом. Изменить количество предметов в инвентаре у вас не получится. Там есть свои нюансы. Количество жизней поменять тоже свои нюансы. Стамина, количество жизней, атака, дефенс. Вообще можно сделать себя практически... А, дефенс прокачать нельзя. В этой странной игре. Возможно, дефенс здесь зависит больше от того, какую броню у себя одели, судя по всему. В любом случае, благодарю за просмотр, за подписку, лайки, кстати. Друзья мои, не забываем поставить большой пальчик игрок под эти видео, потому что сегодня главный читер и извращенец на линии. У нас здесь 100 тысяч очков скиллов. 100 тысяч. Ну, то есть вы понимаете, что при 10 уровне они могут взяться только из воздуха. Не говоря уже о вот этих лошадиных совершенно катастрофических запасах ресурсов, когда всего много и ты не знаешь, куда все это деть. Почему? Четырим. Так что не забывайте также заглянуть в описание под видео, где вы найдете еще много интересных читов и ссылки на закачку для чит-энжин, которые нам сегодня также понадобятся. Также не забывайте написать в комментариях комментарии о том, что я скатился, грязные читы и все остальное, как обычно. Поехали. Спасибо.